Привет! Вы на канале Живая Планета. За всю историю турнира Динозавра было проведено где-то 19 боёв. Все хищники были очень злыми, но я хочу выделить десятку сильнейших участников турнира. Десятое место Кархарадонтозавр. Во втором турнире поучаствовал плохо. Я считал, что он займёт третье место, но оказалось, что он не такой уж и мощный. Но у Кархарадонтозавра есть свои плюсы. Во-первых, это его размер. Он, возможно, был даже больше гиганатозавра и тираннозавра, но это не точно. У него огромная верхняя челюсть, которую он мог использовать как топор, а нижней челюстью зажимать свою жертву, но это ему не помогло. Десятое место. Извини, Кархарадонтозавр. На девятом месте расположился Мапузавр. Шёл хорошо в втором турнире динозавров, но всё равно оказался там на четвёртом месте. Огромный хищник раскидывал всех и вся. Мапузавр мог охотиться стаей, плюс у него был довольно сильный укус. Он был довольно мощный и, возможно, был размером больше гиганатозавра и тираннозавра. Мапузавр был очень быстрым и ловким, но это ему не помогло. Девятое место. На восьмом месте стоит Экскорексинотозавр. Он прекрасно сыграл во втором турнире динозавров. Он, можно сказать, получил бронзу, так как он был третьим в турнире динозавров номер два. Мощный укус, манёвренность и скорость помогли ему занять своё место. Но этот динозавр проиграл Акроконтозавру. На седьмом месте очень мощный хищный динозавр – гиганатозавр. Гигантский южный ящер довольно плохо сыграл в турнире динозавров. Он занял пятое место из возможных семи. Но это не помештало ему забраться так высоко. Гиганатозавру помог размер и мощь. Опытный боец, ничего не сказать, занял седьмое место. Да, на шестом месте Тиранотитан. Он очень мощный, быстрый и ловкий, а также огромный. Его длина 12 метров и 20 сантиметров. У Тиранотитана мощные челюсти и сильные мышцы. И да, если вы хотите услышать, какой звук издавал Тиранотитан, то вот. Следующий идет Эпантерия. Она разорвала гиганатозавра. Она просто сломала ему шею. Мощь и маневренность – вот что помогло Эпантерии взобраться так высоко. Да, кстати, недавно я зарядил свой старый телефон Мейзо. На нем куча интересных роликов. Те, кто хотят погрузиться в атмосферу первых роликов канала, прошу на борт. А на четвертом месте у нас Торбозавр. Гигантский хищный динозавр длиной около 13 метров. Торбозавр был очень мощным участником. В турнире динозавров он проиграл лишь Тираннозавру и Спиннозавру. А так рвал всех в сухую. Он даже победил Эпантерию. Торбозавр заслуживает четвертого места. На третьем месте Акроконтозавр. Ящер с высоким позвонком. Длина Акроконтозавра около 12 метров. Высота где-то 5 метров, а вес 7 тонн. Акроконтозавр охотился даже на таких гигантов, как Завропосейдон. Акроконтозавр победил во втором турнире динозавров, но, к сожалению, нашлись, или к счастью, нашлись участники из первого турнира, которые превзошли его помощи. Второе место. Тираннозавр Рекс. Да, Тирекс занял второе место. Вы уже, наверное, догадались, кто будет на первом. Этот динозавр крушил всех и вся. Мощные челюсти. Отличный нюх, отличный слух, отличное зрение, 20-сантиметровые зубы помогли ему взобраться на второе место. Тираннозавр крушил всех. Он убил гиганатозавра, сломав ему позвоночник. Да, кстати, в том ролике Алиса все рассказывала. И также он победил торбозавра. В общем, такая хорошая махинка. И он забрался на второе место. И вы уже догадались, кто на первом месте. Да, это спинозавр. Огромный размер, гибкость, ловкость и гибкость шеи помогли ему взобраться сюда на первое место в почти двухгоднем состязании хищных динозавров. Мистер спинозавр удостоился быть аватаркой моего канала за то, что он самый мощный хищник. Его длина также могла достигать 15 метров, а вес более 7,5 тонн. А высота 5 метров на задних лапах и 3 метра на 4 лапах. Молодец, спинозавр! Ты победил! Гиб-гиб! Ура!